приветствую вас друзья снова включение у нас из дня рождения мира танков в этом видео буду рассказывать первые впечатления о танке лад стрит фардон 120 очень тяжело мне выпадают танчики на этот день рождения с этими ключами и отмычками примерно я открыл 120 контейнеров выпало мне 4 миллиона серебра 200 тысяч свободки еще там всякие какие-то там бумажечки и резерве ки сколько-то дней при моих даже не считал поскольку мне больше тысячи и мне это не сильно интересно опять нету счетчик отчетом нам выпало очередной раз разработчики у не сделали не знаю была у них такая задача или нет но его нет тоже мне выпал марс шепотака а также этот фардон то есть за 120 ключей которые мне обошлись в 20000 золота и 3000 рублей четыре раза по 26 ключей еще сверху этом за золото докупал по несколько штук один раз там с какой-то скидкой 6 ключей докупил и еще два ключа я докупал прям все вы трусил там последние деньги которые были и золото у меня осталось 287 золото прям все вот остались деньги только за интернет заплатить на следующий месяц и все то есть это день рождения для меня вышел очень каким-то затратным тяжелым очень тяжело все выпадало отмычек почти не было вообще группа вконтакте и в телеге которая от лист новости выпускает но у них там до что-то выпадают у них там отмычки по 500 штук мне несколько раз выпало по одной и вообще в целом с отмычек ничего не выпадает ладно короче вы поняли насколько тяжело мне отдалось хоть что-то выбить из этого чтобы вам показать ну и вот наконец-то новинка этот стритфордон я так и думал что в первую очередь выпадет он поскольку после марса мне выпало вот это коротенькая низенькая еще и с огромной дырой на корме в которой у нас стоит пушка очень необычный внешний вид у танка три члена экипажа не знаю каким местом они там сложены в танке каким образом но очень маленький танчик не знаю чё там по криту и масти мне кажется она огромная броня 20 миллиметров по кругу везде со всех сторон чисто фольга фугаса приемник вообще четкий что хочется сказать про этот танчик 290 пробитие под калибером хотел сказать бы башкой но к сожалению под калибер у которого нормализация похуже 440 альфа 1350 скорость полета не самая лучшая скорость полета но все же ок орудие вниз опускается на 14 градусов вверх поднимается на 17 это я так понимаю вас одном режиме в походном хуже но что мне нравится здесь орудие опускается и без подвески хорошо какие танки мне нравятся с гидропневмоподвеской те у которых своих у венов так много что гидропневмоподвеска включается в дело не так уж часто поскольку она работает рвано дергана иногда прицел из-за нее подпрыгивает это нам не надо здесь все хорошо орудие опускается вниз достаточно да я там в некоторых моментах тестировал насколько орудие может вниз опуститься и вот когда я начинал уже работать с подвеской она там немного прицел мой так сказать не взлюбила и начинала там что-то подергиваться подпрыгивать на этом танки не мешает даже играют через рельеф только через очень там жесткие бугры можно напрячь там эту подвеску и она начнет мешать также танчик очень хорошо едет вперед и назад в осадном режиме это очень хорошо поскольку мы можем после выстрела быстро откатываться что вы на фоне видите кстати на фоне мой первый бой на этом танке и единственный это видос первое впечатление о танке это не какой-то там гайд стопроцентные типа я уже эксперт этого танка все в нем знаю нет это первое впечатление о том что у танка комфортно опускается орудие до стабилизация не очень но сведение в осадном режиме полторы секунды с допайком вентиляции которую я поставил розовую хорошим экипажем сведения вообще молниеносная поэтому перед выстрелом чуть-чуть там подождали секунду и все мы уже готовы стрелять с пробитием 290 пробивается все что я видел вообще с кайфом альфа 440 дпм с хорошим экипажем допайком вентилем и досылателем 2890 да не какой-то там бешеный дпм но вполне приличный с нормальной альфой с очень хорошей точностью в походном режиме 036 точность вас 1 0 3 я думаю она там еще лучше поскольку я понаставил там допайков и вентилей даже я поставил помимо досылателя и вентиля еще просветленку поскольку с обзором проблемы с просветленкой обзор 473 но после этого боя я подумал что можно просветленку попробовать поменять на экспериментальную турбину хочется что танчик ездил быстрее и крутился лучше также там немножко стабилизации не помешает в целом пойдет что еще классно что танчик из осадного в походный режим переходит за одну целую три десятых секунды это очень быстро и классно то есть вот ты стоишь там весь распаковался готов стрелять нажимаешь через одну и три секунды ты уже готов ехать и это хорошо а вот чтоб назад вернуться надо 2 секунды это тоже не прям уж много но мне очень нравится то что я могу быстро начать ехать то есть орудия хорошо опускается есть быстрое переключение режимов хорошая точность обалденное пробить и 290 роль брони повышена запредельно с таким пробитием на девятом уровне есть еще специальные снаряды кумулятивы у которых пробить и 330 не так уж много на фоне подкалибров 290 но в некоторые тяжелые танки возможно можно будет пострелять также есть еще фугас с пробитием 60 но это уже для абсолютного картона поэтому я пару штук всего лишь взял хп 1500 брони нет совсем и конечно же что любят некоторые танкисты которые сидят у нас в кустах это маскировка маскировка у нас даже там без экипажей без ничего уже там получается под 30 это просто нереально у нас маскировка с вентилем с допайком хорошим экипажем 35 в движении если сюда еще малошумку поставить там будет все 40 это в движении что же будет если танчика становится 55 и 7 это что вообще замаскировка если поставить малошумку там будет 60 если быть точным 62 целых 73 сотых если мы стоим и 42 если мы едем вы представляете на ходу маскировка 42 я в тяжей в ближнем бою стрелял иногда не светился маскировка нереальная жесть но если мы не ставим просветленку у нас обзор 421 это уже страшненький обзор и знаете в чем еще прикол если мы прокачаем полевую модернизацию мы получим 3 процента от разброса при повороте ходовой что хорошо что еще веселее мы еще процент маскировки получим всего лишь один но тут и так маскировка уже зашкаливает также можно прокачать еще сохранение набранной скорости точность поскольку сведения все равно mail не нос на и а мы стреляем чаще всего вдаль можно еще подкачать обзор и он увеличится на 8 метров будет 429 и в конце мы выбираем либо точность либо скорострельность тут уже на свой вкус попробуйте и решите если вам точности хватает берите скорострельность не хватает берите точность либо можно вообще ничего не ставить и так нормально мне понравился этот танк по первому впечатлению мне удобно комфортно стрелять орудие хорошо опускается без гидробневой подвески даже она уже само по себе в этом корпусе с дыркой на корме хорошо ворочается вверх-вниз обалдеть какая маскировка неплохая подвижность в осадном режиме что тоже удобно отъезжать после выстрела хорошая точность пробитие неплохая альфа нормальный дпм не сказать что выдающийся но пойдет какие у нас есть проблемы так себе обзор но мы пт-шка можем поставить просветленку обзор будет офигенный брони нет вообще критуемость наверное должна быть тоже запредельная я не люблю такой геймплей но мне все равно понравилось какие проблемы у этого танка будут фугасные танки арта и бои в которых надо ехать в атаку быстрые коридорные карты можно некоторые из них добавить черный список но уже чувствуется что все равно танк прикольный чтобы мне понравилось вот это вот плоская пт-шка для игры в кустах это буду не я но мне реально понравилось да повезло что карта там есть кусты есть возможность пострелять с кимпы наверное будет много боев где таких возможностей не будет но все равно мы где-то там от рельефика или от расстояния сможем что-то немножко пострелять какой-то минимальный урон отбить этот бой забыть но зато когда нас карта с пространством с кустами с расстоянием с кимпой это танчик очень хорошо себя показывает мне понравилось при этом при всем благодаря такой жесткой маскировки мы можем иногда экспериментировать с позициями подъезжать поближе и не светится тут даже в этом бою мне удалось в атаку неплохо съездить удачно мне кажется этот аппарат годный и я нафармил за единственный бой на этом танке приличную такую сумму серебра я конечно не знаю как я буду играть на некоторых картах но буду что-то выдумывать может быть что-то интересное там кита позиции наиграются что-то может быть получится но первое впечатление очень хорошее когда на этом танке наиграю побольше боев сделаю еще один видос где уже будет окончательное мнение если вы этот танчик не получите вы хотя бы в этом видео узнали что он из себя представляет но если он вам все-таки выпал если вы все-таки влезли в эти ключи замечательные то советую на нем попробовать поиграть я на нем катался вентиль просветленка досылатель но возможно просветленку можно заменить на экспериментальную турбину особенно в каких-нибудь картах где нужно ездить они в кустах стоять на этом у меня все пишите свое мнение в комментариях сам бы варчик играть красиво подписывайтесь ставьте лайки всем удачи и пока